И все, привет, ребят! С вами MrBak, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным контрактам. Сегодня у нас третий день. Выполним самую быструю заданочку, которая у нас есть в рамках этого ивента. Ну и посмотрим за промежуточными результатами, которые у нас уже имеются в рамках этого ивента. Если вам нравятся видеоролики, посвященные командным контрактам, их прохождению, быстрым лайфхакам, ну и суперскорости, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунтике, что мы лично, так, на темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо командных контрактов в целом, то давайте зайдем и посмотрим. У меня прибавилось 200! 200 за второй день! Это значит, что рекадуйчики занимают почетное первое место в рамках второго дня ивента. И при этом еще шафтевранчики, которые у меня на мульте, занимают у нас второе место. Ничего себе! Вот это мне подвезло. Оказалось бы, изначально в ивенте, что у нас фракции, которые особо сильно ничего не зарабатывают, а тут опчик! И сначала второе место рекадуйчики занимают, теперь первое место рекадуйчики занимают. И если мы пойдем и дальше такими темпами, то есть шанс у меня заформить огромное количество этих самых контрактных очков. Но пока не стоит особо сильно радоваться, так как прошло у нас всего лишь два дня. Дальше может быть ситуация в этом плане еще поменяется, но в любом случае пока что тенденция и набор этих очков выглядит очень и очень неплохо. Сегодня у нас следующая миссия. Нам нужно доставить два флага. Это, наверное, одна из самых простых миссий, которая есть вообще в рамках этих спецзаданий. Ну и, очевидно, быстрее всего и проще всего это дело выполняется либо в штурме за атаку, ну либо вы можете играть обычную CTF. В моем понимании в штурме за атаку доставить два флага будет значительно проще и быстрее. Я сразу беру самую быструю и легкую комбинацию, которая у меня есть на аккаунте. Это Васпа Фреза с Ловкачом. Ну и я отправляюсь на пик в штурм. Все, что мне нужно здесь сделать, это запикаться в катку за атаку. К слову, у нас сегодня еще и новый челлендж появился. Гаус Прайм. Ничего здесь нового не поменялось. В принципе, я не удивлен. Челлендж у нас остается таким, который он и был на протяжении всего этого времени. Так, а что касаемо элитного пропуска, то у меня остается 350 звезд, которые надо набить за 6 дней. Пока, если честно, идет довольно-таки неплохо вся эта темочка. И в теории есть даже шансик у меня все это дело в будущем пройти. О, кстати, там же сегодня еще должны были супермиссии обновиться, я так понимаю. Обновления по супермиссиям еще должны были залететь. У нас же сегодня пятница. Да, у нас появились еще сегодня супермиссии. У меня еще недельки сегодня появились вкусненькие. Поэтому здесь заданок у нас залетело супер хорошее количество. Можно все повыполнять и все вкусненько зафармить. Так, и боевой пропуск тоже можно как раз-таки сразу приобрести. Запикивает меня в первую катку за как раз-таки деф. За деф у меня никогда не будет возможности сделать доставку. Поэтому мы перепикиваем эту каточку. Ну и ждем, чтобы она закинула как раз-таки за атаку. На все про все мне нужно, ну, наверное, секунд 15-20. Если это небольшая карта, сделать две доставки быстрые. Я не думаю, что у нас тут какое-то будет супер жесткое сопротивление. Учитывая тот факт, что я записываю видеоролик еще и с утра. По идее у нас с утра матчмейкинг, ну, в принципе, является супер простым. Ну и для вас там за одну матчмейкинговую катку доставить два флага. Я считаю, что это не составит особо большого труда. Учитывая, что это штурм. Да, это режим, в котором у вас есть целых 15 флагов за атаку. Ну, а вам нужно доставить всего лишь два для заданки. Да, не 10 там, не 15 флагов. Да, просто два флага. Тут самое сложное в этой заданке – это запикаться в штурм за атаку. Да, то есть это самое сложное, что здесь есть. Просто запикаться за атаку. Потому что за атаку пикает в последнее время не так часто. Ну, а когда уже запикаетесь за атаку, там уже просто бам-бам доставочки эти красивые оформили и спокойненько заданочку прошли. Вот, кстати, меня в эту катку может закинуть и за атаку, в которую я только что запикался. Нет, меня кидает в новую катку на бойню. Ладно, давайте я поставлю видеоролик на паузу, а то это может занять какой-то период времени именно за пик в бой. Ну, а дальше мы уже продолжим. Так, следующей же каткой меня, на удивление, запикивает сразу за атаку. Это пустынька. Флаги у нас появляются в 12.00. Ну, и дальше с 12.00 мы уже можем проверить, за сколько по времени я смогу как раз-таки все это дело доставить. Катка у нас с довольно маленькими звонками противника. По идее, мы можем даже еще за это время быстро переодеть резист. Да, чтобы у меня был рез как раз-таки под противника максимально жесткий. Так, ну, это тут продувы, Тесла, Магнум. Ну, ладно, давайте, короче, не буду я сейчас переодеваться. У меня есть ощущение, что я и так быстро сейчас все это дело доставлю. Поэтому все, что нам нужно сделать, это дождаться появления флага. 12.00, первый флаг у нас появляется. Есть здесь жига с приваркой. Сразу мы даем полу-стрейфика. Дабл-стрейфик, доставка первого. 8 секунд прошло. Раскруточка. Раскруточка на широкую. Супер широкую беру. Беру, верчу, кручу, мучу. Доставочку бы сейчас бы. Замутил бы вторую доставку и прошел бы эту заданку просто за 20 секунд. За 20 секунд я мог пройти эту заданку, если бы не Тесла с пульсаром. Просто 20 секунд могла бы быть эта заданочка. Ну, а так будет заданочка за, ну, наверное, 30. Ну, скинь флаг, друг мой хорошенький. Тут еще тиммейты немножечко могут вам поднасолить, поднамешать. Когда они не хотят оформлять доставки. Давайте я быстренько оформлю здесь. Ну, грубо, короче, минута у меня получится. Но можно пройти ее и за 20 секунд было, да? Вот и все. Вот и все. Заданка готова. Командная заданочка готова. Сливки сняты, бабло в кармане. Ну, давайте уже докатаем эту каточку. В принципе, она такая вкусненькая, что можно, по идее, ее и докатать. Подзабрать здесь немножко сливок. В принципе, сейчас катки с досрочкой особо не прибыльная вещь. Но с точки зрения получения дополнительных кристаллов, я думаю, что это, в принципе, все равно будет нормальная темочка. Играем в нагляк. Играем вот так вот, да? Понятное дело, что там, может быть, у наших тиммейтов немножечко сгоралово происходить будет в такие ситуации. Ну, что поделаешь. Да, хочется подзаработать баблица, поэтому я быстренько все это дело в таком ключе и исполняю. Ну, и у нас уже 500 очков. Просто 500 очков. Вот вам еще и дополнительно к прохождению командных контрактов лучшее вооружение для того, чтобы быстро все это дело еще и доставлять. Да, то есть у меня еще и подрывник на васпик. Я еще могу и подрывать здесь противника. Ну, и сколько я уже там? 3-4-5 доставок сделал с начала этого боя. В принципе, доставочки вот в таком ключе. И оформляются на постоянной основе. То есть у вас есть возможность здесь за один бой не доставить ни два флага. Да, то есть, ну, как по мне, это вообще, ну, смешная такая заданка. Два флага. Ну, что это есть? Да, то есть вы сначала даете командный контракт, в котором надо набить 30 звезд, да, и потратить где-то час. Ну, не час, ладно, там, при самых лучших раскладах, там, минут 30-40, да, чтобы выполнить заданку. А потом вы даете... Ну, ладно, заданка с двумя голдами. Это, в принципе, наверное, тоже такая. То есть 50 на 50 она может быть быстрая, может быть не быстрая, если вдруг тебе там не повезет, да, и ты не сможешь влететь там на супер какую-то большую скорость на прохождение. А потом дают заданку на два флага, да, то есть, ну, два флага, в моем понимании, это прям, ну, ультра легко. Прям ультра легко, учитывая то, что у нас есть режим, в котором эти флаги доставлять можно, да. То есть, идеальный режим для доставки, для выполнения заданок. Поэтому, ну, говорить после этого, что у нас какая-то сильная заданка, какая-то сложная заданка в командных контрактах, ну, я, очевидно, не могу. Да, то есть, в моем понимании, это супер просто, супер легко, поэтому я бы, наверное, на месте там ореха, условно, давал бы хотя бы там пять флагов. Но, с другой стороны, если подумать, то не всем даются такие простые быстрые доставки. У кого-то это может занимать больше период времени, но, в любом случае, это будет только работать с теми игроками, кто будет запикиваться в захват флага. Если вы запикаетесь в штурм за атаку, я более чем уверен, что за одну матчмейкинговую катку вы все эти заданки выполните. Ну, а именно там две доставки, даже если у вас там нету фулл прокаченного вооружения, нету там дронов, нету там еще чего-то, да. То есть, у тех, у кого все прокачено, у которых все есть, это, ну, это 15 секунд. Просто 15 секунд. Две доставки 15 секунд, и все, вы в кармане уже залутали бабки. Если у вас там нету ловкачей, там брут, там еще что-то, ну, в любом случае, за одну матчмейкинговую катку вы успеете сделать эти самые две замечательные доставки. Ну, а я, в свою очередь, свой командный контрактик выполнил за, сколько там было, 20 секунд. Да, ну, в моем понимании, за 15 эту миссию можно пройти. Да, поэтому, как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как у вас складывается этот ивент. На каком месте вы и ваша фракция. Обязательно делитесь в комментариях, потому что я вчера видел довольно большое количество негативных комментариев, связанных с этим ивентом. Может быть, даже запишу видос отдельный на эту тему. Но у меня пока что складывается ивент неплохо, хотя в первый день, в моменте, рекадуи были на последнем месте. Были просто на последнем месте, а тут бамс, второе место, во второй день первое место. Поэтому пошло пока что неплохо. Если также дальше продолжим, то есть возможность как раз-таки заработать хорошее количество дополнительных очков контракта. Ну и оттуда уже забрать какие-то интересные дополнительные устройства себе на аккаунт. Поэтому пишите все свои мысли. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!